Экспоцентр на окраине северной столицы Город на Неве стал финансовой столицей всего мира. Питерский форум собрал более 13 тысяч человек из 140 стран. Это и политики, и ведущие эксперты, и представители крупнейших предприятий. Форум продолжает бить рекорды прошлых лет. В этом году было подписано сотни контрактов на общую сумму 2 триллиона рублей. Инновации двигатель экономики и сейчас именно на них необходимо делать ставку, отмечают аналитики. Российские предприятия отвечают на запросы рынка. На выставке в экспоцентре Петербурга презентовали разработки этого года. Здесь и программные продукты для банков, и одежда из суперпрочной ткани, и даже опытная модель электробуса. Зарядные устройства для транспорта будущего планируют производить в Чебоксарах. В этом заинтересованы компании АБС Электро и Сибинс. Партнеры договорились реализовать новый проект на базе предприятия ВНИИР. Была проблема зарядки, поэтому было необходимо несколько часов, чтобы автобус получил достаточно энергии, чтобы мог двигаться. В прошлом году Симе сделал огромнейший технологический прорыв. Потенциал огромнейший не только для города Москвы, и я уверен, что в будущем больше и больше крупных городов будут переходить к электроавтобусам. К российским разработкам интерес повышается. Контракты на питерском форуме заключили не только гиганты промышленности. Зарубежные партнеры активно инвестируют в регионы страны. Еще недавно все мечтали о том, как бы выгодно и свободно торговать с Европейским Союзом. С тех пор, как мы провели с вами последний форум, случился Брекзит. Сможет ли Европейский Союз договориться о свободной торговле хотя бы между тем, что от него остается и Британии, тоже вопрос. Индия, Сербия, Китай, Молдова. Руководители этих стран стали почетными гостями форума. Зарубежные лидеры заинтересованы в конструктивном диалоге и товарообмене. Конечно же, иностранным партнерам важны перспективные проекты. Исполняющий обязанности премьер-министра Сербии говорит, что за последние годы России удалось совершить большой технопрорыв. Друзья остаются друзьями навсегда. Сербия тоже не будет менять политику военного нейтралитета. Республика Сербия придает исключительно большое значение экономическому сотрудничеству с всеми важнейшими мирными игроками. И мы весьма заинтересованы в более масштабном присутствии иностранных компаний и иностранного капитала на сербском рынке. Я хотел бы подчеркнуть, что как особо важный тот факт, что Сербия – одна из редких стран, которая подписала соглашение о свободной торговле как с Российской Федерацией, Белоруссией и Казахстаном, так и с Европейским Союзом, Турцией, государствами, членами ЭФТа и ЦЕФТа. Нынешний форум проходил под девизом «В поисках нового баланса в мировой экономике». Пути определены. Развивается транспортный сектор, робототехника, электроника. Уверенными шагами по дороге инноваций идет и сфера АПК. Будущая агросфера эксперты обсуждали на одной из панельных сессий. Глобальный рынок готов потреблять больше мяса, значит нужно зерно, нужны корма, ветеринарные препараты и так далее. Конечно, это ставит перед нами новую задачу повышения и производительности труда, и, конечно, урожайности, продуктивности. Увеличивается благосостояние людей, это тоже мы отмечаем сегодня. Там, где раньше ограничивались тарелкой риса и кукурузной лапшой, сегодня требуют мясную котлету и свежие овощи. Спрос на экопродукты повышается, а значит и производить их надо больше в разы. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы в отрасли произойдет технологический прорыв. Роботы будут и коров доить, и тракторами управлять, и сорняки уничтожать. Очевидно, что это повлияет на ручной труд. Перед агро-вузами сейчас стоят новые задачи. Готовить кадры необходимо с уклоном на высокоточную науку. Возникает проблема с трудоустройством высвобождающихся работников, и это не только проблема сельского хозяйства. Роботизация идет во многих отрастях экономики, и сельское хозяйство просто оказалось на острие общих тенденций. В России, конечно, проблема высвобождения трудовых ресурсов не стоит так остро пока. Наоборот, в некоторых регионах наблюдается нехватка рабочей силы. В то же время и у нас, с 2005 года, число занятых в ЭПК снизилось более чем на 1 миллион человек. То же самое у нас происходило в Финляндии в лесном хозяйстве в 50-е и 60-е годы. Мы решали проблему оптимизации и модернизации. И вот сейчас у нас уже такие робототерминаторы, которые заменяют лесорубов, и полностью автоматизировано поставлена работа в лесном хозяйстве. Здесь, в России, когда я начинал говорить, сельскохозяйственный кластер отдельно выделить, например, в рамках Сколково, вы знаете, очень много людей с насмешкой смотрели на меня и так вот улыбались с некой даже ехидством. Но сейчас мы говорим об активном приходе информационных технологий в сельское хозяйство и необходимости выделения такого кластера. Перед агросектором ставят и другие задачи. На рынке должна быть увеличена доля органики. Пока же далеко не каждое хозяйство заботится о конечном продукте. Многие аграрии обрабатывают земли вредными веществами, гонясь за количеством, а не за качеством. В Чувашии, отмечает Михаил Игнатьев, делают ставку на экопродукты и биологизацию земель. Но необходимо и активизировать борьбу с контрафактом. Нужно увеличить правительство деятельности труда и в то же время создавать условия, среду для самореализации молодежи. Уклад жизни в процессах глобализации на селе должен сохраняться. Потому что это очень важно. Если мы потеряем процессы глобализации, уклад жизни, то мы потеряем очень многое. Мы на продовольственную безопасность смотрели, не наблюдали. Влияем на эти процессы и будем влиять, чтобы в этой конкурентной среде из-за деппинга цен от некачественной продукции производители не выигрывали конкуренцию среди покупателей. Мы обязаны информировать, мы должны доводить максимальную информацию, а потребитель и покупатель своим кошельком будут голосовать, какую продукцию принимать. На форуме в Петербурге обсудили, куда стремится российская медицина. За последние годы в эту сферу внедрили немало инновационных разработок. Эта работа принесла ощутимые плоды. На порядок снизилась детская смертность, увеличивается продолжительность жизни в стране. Человек должен быть активен, быть готовым работать. Мы считаем, что до 68 лет вполне этот показатель можно дотянуть. Для нас, конечно, с учетом переноса акцентов на профилактику, один из возможных показателей – это охват населения средствами персональной диагностики. До 10% населения вполне за 6 лет это можно сделать. Если мы говорим о технологическом развитии, если мы говорим о современном обществе, конечно, в человеческий капитал нужно инвестировать больше. И по нашим оценкам мы очень-очень внимательно под лупой смотрели бюджетные расходы, какие нужны ресурсы. Примерно с существующих 3,7, где-то до 4,4% ВВП можно было за 6 лет расходы на здравоохранение, государственные расходы довести. Для нас каждый работник – это важно, сохранить и продолжить его активную трудовую жизнь. Какие же мероприятия мы предлагаем? Мы разработали на базе Российского промышленников-предпринимателей программу 360. Я не буду подробно на ней останавливаться, она у нас на сайте висит. Но, если в двух словах, это комплексный подход к оценке здоровья работающего населения. В ближайшее время должна быть сформирована система оказания срочной медицинской помощи. Необходимо усовершенствовать и трассовую медицину. Еще одна приоритетная задача – развитие санитарной авиации в регионах. Приоритетами чрезвычайной важности, это тоже звучало, является дальнейшее развитие информационных технологий и биомедицинских инновационных технологий, их внедрение в практику здравоохранения. До конца 2019 года будет завершено создание в целом ЕГИСЭЗ, Единой государственной информационной системы здравоохранения. Что нам позволит обеспечить единую систему документа оборота, заработает личный кабинет пациента. И самое главное – это позволит нам в 2020-2023 годах активно внедрять и персонифицированный мониторинг на основе современных медицинских технологий. В стратегии развития медицины на год и вперед расписаны и планы подготовки кадров. Сейчас больницам, особенно в сельской местности, требуются узкие специалисты. Эту проблему намерены решить в ближайшие годы. Ну и, конечно, важнейшее направление это тоже звучало. Уважаемые коллеги, несмотря на то, что за последние два с половиной года у нас потребление курения, потребление табака снизилось на 18%, потребление спиртных напитков на 8% и одновременно, и главы регионов об этом говорили, на 18% увеличилось количество и молодежи, и лиц в трудоспособном возрасте, и лиц в пожилом возрасте, всех возрастов, которые активно занимаются физической культурой и спортом, нам предстоит еще очень много сделать в этом направлении. Мотивированность и ответственность каждого человека за состояние своего здоровья. На протяжении чуть менее года в рамках поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и деятельности Совета по приоритетным проектам и стратегическому развитию Министерства здравоохранения Российской Федерации, экспертное и профессиональное сообщество очень активно работает над стратегией развития здравоохранения на среднесрочный период до 2025 года. Число курящих сокращается и в республике. В то же время увеличивается количество занимающихся физкультурой и спортом. В рейтинге Минздрава страны Чувашия занимает лидирующее место, и опыт региона необходимо тиражировать. У вас ожидаемая продолжительность жизни на уровне средней в Российской Федерации, а денег вы тратите как минимум на 12% меньше. Вот расскажите, что вы делаете и какие ваши планы на будущее? Мы, как регион, не имеющий природные богатства, имеем другое богатство – это человеческий капитал, это здоровье нации, народа Чувашской республики, где проживает 128 национальностей. На самом деле, первичная медицина, которая была развита за последние годы, она значима, я могу ответственно доложить. Каждый четвертый ФАП мы в сельской местности снесли и сделали современные ФАПы с горячей водой, с теплом. Потом развитие получил офис врача общей практики. Более половины населения Чувашии нерационально питались, имели лишний вес, мало двигались. Но мы построили более чем 50 объектов хороших спортивных сооружений. Сегодня люди занимаются. Мы приняли волевое и ответственное решение. Ежемесячно проводим Дни здоровья и спорта, куда приходят родители своими детишками, бабушки, дедушки, своими внучками. Разработали профиль здоровья семьи. Министерство здравоохранения нас поддержали. Спасибо, Игорь Николаевич. Потом разработали сейчас профиль здоровья трудовых коллективов. Успешные практики республики намерены тиражировать и в агентстве стратегических инициатив. Руководитель ОСИ подписала соглашение с главой Чувашии. Сейчас в ведомстве собирают лучшие проекты регионов в сфере развития городской среды и ЖКХ. Первый конкурс, который мы провели в прошлом году по сбору таких лучших социально-экономических практик, он действительно оправдал себя. И та команда, тот проектный офис, который мы создавали, сегодня дает синергетический эффект. Мы улучшаем ежегодно деловой климат. К нам пришли иностранные компании. Сегодня не только команда проектов, но и команда муниципальных образований, введенная команде под чутким руководством команды ОСИ во главе с Ланой Тайной, подсказывает нам, как нужно дальше двигаться в этой конкурентной среде. Соглашение о партнерстве глава республики подписалось губернатором Тюменской области. Регионы договорились развивать торговые и культурные связи. Чувашские заводы на протяжении многих лет поставляют в Тюмень электротехнику. У нас порядка 8,5 тысяч компактно проживающих представителей Чувашской национальности. Мы с Михаилом Васильевичем, в общем-то, на тех площадках, где встречаемся, постоянно обмениваемся информацией, у кого что нового происходит, какие сегодня новости в Чувашии, какие новости в Тюмени. Поэтому такие контакты у нас на рабочем уровне достаточно хорошие. Нам, конечно, интересно и взаимоотношения с Чувашской республикой в направлении вузовского и послевузовского образования. Будут расширяться партнерские связи и с другими регионами. Лучшие практики Чувашии намерен перенять глава Республики Дагестан. Меры приедут для того, чтобы посмотреть внутри, как мы добились результатов по развитию реального сектора экономики, по развитию городской среды, по развитию парков, по развитию, просто благоустройству дворовых территорий и подъездных путей. Я сказал, мы готовы. Чувашия открытый регион готовы к сотрудничеству. Партнерам интересен и опыт Республики в развитии бизнеса. На форуме огласили итоги рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. Чувашия улучшила свои позиции, заняв второе место. Рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов оглашен. Чувашия, занимавшая в прошлом году шестую строчку, значительно улучшила свои позиции. Республика на втором месте, позади Москва, Тульска и Новгородская области. Впереди наши соседи, Катарстан. Вот эти опросы, которые происходят на местах, это в том числе опрашивают предпринимателей. Это реальное самочувствие предпринимателей в субъектах на местах. Проект этот важный, и дальше он будет развиваться. И он будет иметь более объективную оценку. Губернаторы и муниципальные команды будут включены совершенно в сложную работу. Нужно будет конкурировать в масштабах страны. И благодаря технологиям эта конкуренция становится более прозрачной. Эксперты говорят, что властям республики за короткий срок удалось проделать масштабную работу. В Чувашии сокращается количество процедур для организации бизнеса, открываются окна в районах МФЦ, предпринимателям выделяют льготные кредиты. В общественной организации «Опора России» отмечают, что республика добилась фронтального качества. Мы вместе с агентством стратегических инициатив «Опора России» детально разобрались, в чем секрет стабильного успеха республики по созданию благоприятного инвестиционного климата. И сегодня в присутствии всех губернаторов, в присутствии администрации президента этот ответ был дан. В республике нет ни одного провала, ни по одному пункту. Все институты развития сформированы, они декапитализированы, уделяется максимальное время подключению к сетям, к получению разрешения на строительство, к нефинансовым мерам поддержки малого и среднего бизнеса. Второе место в рейтинге – объективная оценка. Эксперты опрашивали предпринимателей, работающих на местах. «Если говорить о наиболее таких заметных и выдающихся результатах, то это снижение административного давления на бизнес по мнению самого бизнеса. Михаил Васильевич, поделитесь, пожалуйста, опытом взаимодействия с проверяющими, как правило, представителями федеральных органов, проверяющих, контрольно-надзорных. Мы здесь вышли на другой, публичный, открытый уровень. Все те контролирующие органы с учетом принятых регламентов, стандартов сегодня в публичной форме уведомляют предпринимателей. Вот с 1 июня 2016 года все это в доступной форме, и каждый налогоплательщик, предприниматель знает, когда к ним могут прийти с проверкой». Но результаты рейтинга не повод расслабляться, отмечает глава региона. Создавать идеальный климат для бизнеса в республике продолжат. Итоги подведут на форуме в Петербурге уже в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин